У нас такой сумрак здесь. Сейчас я тут опущу и все. Хоть маленько видно будет. А вы можете чуть-чуть камеру носить, чтобы вы в центре были камеры? А то вы немножко сбоку. Только надо сказать всегда, чтобы я знал. Так, минутку, сейчас посмотрим. О! Так, сейчас подождите-ка. Ну как теперь? По центру? Ну практически, да. Еще чуть-чуть. Вот так, да-да-да. Вот так. Как вы с этим расправились? Я его никак не мог выкинуть. А вы только два раза ткнули, он исчез, испугался. Это скрытые файлы называется, скрытые. Откуда он взялся-то? Ну, система, чтобы функционировать, она всякие файлы себе создает, которые никто не видит. А я вчера, когда исправлял скайп, то я все скрытые файлы открыл, а потом назад не убрал, чтобы их видно было. Ну вот, видишь как. Я говорил там, чтобы день, что-то раза два глянуть там у меня как. Вчера полностью вырубило у меня. Что такое, не знаю. Весь процессор не работает. Ну, бился-бился. Бесполезно. А Володя пришел и провод протянул куда-то здесь. Ну, я жду, завтра Виктор посмотрит здесь. И оно все нормально работает теперь. Ну, только провода-то тут длинные по комнате. Отключилось. Электричество туда не попадало. Ну, ладно. Это уже так. Слава Богу. Что там с Ириной-то? С Ириной-то? Так вот, я вам вчера-то написал. Да. Сейчас. Сейчас я ушу. У нее там очень много событий. Постоянно. Ну, она как с собой распоряжается-то? Может, летом приедет? Поговори с ней. Я сказал, она приняла приглашение, говорит. Приняла. Она спрашивает, как, на все лето приехать или... Пожалуйста, на все лето. 10 июня, может быть, уже здесь. До 10 октября. Ну, а с этим теперь еще с Авраамом-то как? Вот я и хотел спросить. Ну, я пока же не знаю. Мы только со слов Натальи что-то знаем. Его жены? Ну, да. А конкретно как? Может быть, он никого себе и не нашел? Он приезжал отдельно. Был здесь с Кузьмином. Кузьмином, Николаем Георгиевичем-то. И уехал по-хорошему. Он уже говорил, что она меня, говорит, выгнала. Я говорю, как теперь? Он хотел ко мне сюда приехать. С нами жить в этой комнате, где я сижу, в Барнауле. Я говорю, нет, ты постарайся все сделать, чтобы было по-хорошему у тебя. А отсюда ты уже закрепишься. Тебе не захочется уезжать. И похоже, теперь получается, что я виноват. Что у него такая... Если только от Одессии она говорит, тогда тут любой случай. Но вернуть надо, вернуть. А за то, что он сделал, это 7 лет за дверями. Ну, если он кого-то... Я понимаю, о чем говорил. Да. А если он просто ушел, то он... Написано, как не хочет жить. То есть, если, говорит, неверующая сторона не хочет жить, то верующий свободен. Ну, да. Свободен не означает жениться заново. Свободен, то есть, не натягивать одеяло с нее. Да, да, да. Только так. Ну, раз она его выгнала, как бы он имел спокойно уйти, мог спокойно, да, по-христиански. Но никого больше не мог брать. Вот он говорил, что сюда, я, говорит, у вас тут закреплюсь. А я его не принял. Я говорю, нет, у тебя в первую очередь там надо наладить. А это как так? Теперь ты пошел, неизвестно там, права она, не права, и я тебя скрыл. А это не пойдет. Вот сейчас, кто не идет, два года дают. Там на одно дело государственное. А если уже взяли оттуда, ушел он 10 лет. Понятно, что уже повенчали. Да, точно. Ну, вот сегодня она обещала выйти. Если вы будете на связи, я подключусь с вами вместе, если она позвонит. Ну да, в 12 часов по Москве у нас будет 4. В 4 начало богослужения. А раз батюшка здесь, это 2 часа минимум меня не будет. Вот, значит, за это, за 2 часа, в 3 часа по Москве это пойдет. Я уже буду дома. С этим согласен, пометьте себе. А теперь с этим-то мне, куда его, чего, чего. Я его ставлю все время, мне кажется, что он что-то дает. Или своим весом. Сейчас, сейчас. Вот так. Так, так, так. Сейчас я посмотрю, у вас, как вас слышно. Сейчас посмотрю, что у вас включено там. Никак не посмотрите. Это надо процессор перепрокидывать сбоку. Нет, я посмотрю в программе. Подключен или нет. Потому что сейчас вас хорошо слышно. Видите, смотрите еще, что он сделал. Вот, допустим, человек читает какой-то вопрос. Вот я справа захожу. Там болезнь, к примеру. Да. Захожу на любой вопрос. Тут все, видите, написано. Вот здесь даже весь текст. Вот вы хотите скопировать? Не надо ничего выделять. Просто сверху нажимаете. Копировать текст. И все, он скопирован. Вы можете его вставлять, куда хотите. Так скопировать только вопрос. А, и с ответами? И ответ. Вот вы текст скопировал нажали. Теперь вот, допустим, сейчас вот Word я создам, любую страницу. Так, я сейчас спрошу вопрос напополам. Когда он сам-то считает эти вопросы, ответы, он как, где-то что-то противоречит или совсем согласен? Совсем согласен. Нигде ничего не противоречит. Вы сами много считали мои ответы? Я, наверное, большую часть прочитал. Я постоянно читаю. А как они доходят до сердца? Конечно. Они возвращают нормальное состояние грезного в состояние истины. Дело в том, что я когда писал, главное достоинство этого, что я не учился нигде. Понимаешь, нет? Хотя мне в упрек ставят. Я говорю, мою душу никто не корежил, ни семинария, ни Осипова. И поэтому я молюсь, считаю и так и пишу. Вот какое дело-то. Смотрите, Попробуйте. Тут интересно. Когда мне в 13-й Титон пришел, его принесли, первый экземпляр. Прямо в университет. Я стою за кафедрой, и человек принес, кажется, это. А один там парнишка, молодой ходил. Он говорит, да, эти вопросы вы сами составляете. И он сказал, при братье. А брат-то старше его. Брат подошел, мне передает. Я говорю, как так? Я листать стал, а этот парнишка говорит, а вон мой вопрос. То есть он хотел меня об этом обречить. И тут же вопрос. Это такой редкий случай. Он прямо на всю аудиторию как завопил. Мой вопрос, вот он где. Да. Смотрите, я сюда... Видите уже сколько вопросов? Смотрите. Сейчас. Да. Уже 4296. Как думаете, почему? А не знаю. Было-то меньше? Вопрос в 4 тысячи. А на форуме? Вы отвечали на форуме. А-а-а-а-а. У-у-у-у-у. Так это вы еще больше можете поставить тут. Я из форума. То есть где-то сейчас 4 человека работало. Из форума брало ваши вопросы-ответы и мне присылали. Я их смотрел. Если там повторений нету, я их добавляю. Ну, они касаются вас? Сердце достает? Конечно. Я бы и не добавлял бы. Зачем тогда бы этим занимался? А-а-а. Вот смотрите, к примеру. Сейчас. Допустим, церковь. Я хотел сказать, Степаненко, Максим, вот вы раньше так вот, а сейчас так вроде никуда до... Я и должен теперь это сохранять и размножать-то. Я умею сказать все. И уже вот сколько десятый? 12 лет я ни одного стихотворения не написал. Я сразу отрезал. И никто не запрещал ничего. Перешел, значит, на другом. И до иной раз хочется написать. А я нашел кому? К можно Екатерине. А про Креща она как написал, а Виктор положил туда на музыку. Да-да-да. Вот смотрите, видите? В конце вопросы. Да-да-да. И вот там в скобках написано вопрос форума. А вот теперь вижу. А вы не слышали, как Гладыщук Елена поет это? Одна, без музыки. Нет, Елена Гладыщук не слышал. Я только ей сказал, ты, наверное, пела на коровнике. Да. Ну она молодец. Просто замечательно. Вот, допустим, расскажите, откуда появилась мысль о важности, преемственности. Это кто-то вам на форуме задал. Да. И вот, пожалуйста, вы отвечаете. Ну и как? Из Святой Библии. А-а-а. И вот тут даете, видите? То есть, небольшое пояснение. И дальше по церкви, по священству ссылки. О-о-о. Вот это. Ой-ой-ой. Даже сам Господь услышал молитвы людей воздыхания и прислал сюда. И смотрите, что сделал еще, Николай. Снизу, после вопросов и ответов, Смотрите, еще как бы... Это я видел. Сайт предлагает различные, ну как бы, случайным образом ответы и вопросы. Ну не знаю, как это. Это случайным образом. Вот, допустим, как православная церковь относится к старобрячеству. Это у вас кто-то задал. Всегда ли святые безропотно поставляли... А они отвеченные там? А? Эти вопросы-то отвеченные? Это вами отвеченные они. Это человек, смотрите, смысл какой. Человек прочитал какой-то ответ ваш. А здесь дальше сайт сам ему предлагает случайным образом. И он как бы прочитает и дальше идет. А, оказывается, если откнуть, то он и откроется. Конечно. А вот смотрите, как здесь. Вот, Третья Царств. Дальше. Смотрите, курсором. Пробел. Тире. Не дефис. Тире. Вот, как начинается. А потом только... Кавычки. И теперь подошел Сидекия. Вот, везде одинаково. Это, да, это мы еще не подредактировали. Ну, вот такой. Ну, это, который в Трехтомнике, и там я не стал делать. Это много места занимает. А именно здесь. Да ничего особенного нет. Видишь как? Откровение последнее 6.10. Курсор. Да, 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 да. Это, так сказать, тире. А тире, это не дефис. Дефис он в два раза короче. Ну, вот мы вот так сделали их еще, выделили. Ну, места писания. Епископ наш читал и говорит, ну, что мое письмо говорит там. Сожрете да все. А свои-то книги теперь как? И скрепили Библию, тут еще уже не сделаешь. А я что скреплял? Вот смотрите, допустим, оба исповеди. Сейчас, о молитве. Вот это вот. Слева у нас к истинному православию, а справа ответы на вопросы. Да. Это так отдельно прям врубается в голову. Да, 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 да. Вот, о мертвых. Молиться о мертвых. Вот я четвертая строчка снизу. Е, чтоб было. О мертвых. Вот еще бы кто-то эти буквы-то бы выправил. Тут просто столько текста, что тоже возьмется. Одной жизни не хватит. Вот именно. А чтобы исправить, ну я сейчас не буду говорить на видео, потому что видно будет. Да. Тут я считал, когда допрашивали, староверов без поповцев-то там, когда готовили переходы в иной мир. А они стоят и говорят, там, по-морски, другие. Да мы неграмотные. А которые комиссии теперь неграмотные, наворочили грамотным не разобрать. Богатое сокровище. Мне бы познакомиться с Лапкиным. Вот это сейчас нападает, когда мне до того смешно. Нападают, они не понимают, что они бьют в пустоту. Придумают что-то, напишут и на эти слова сами. А раз не на меня, я оглядываюсь, а на кого они говорят это? Ну а так как ко мне относятся, то я знаю, что это Господне испытание и любовь. Вот сейчас один какой-то под цифрами, под букмой С и Д. Я даже не открываю. Он всю блевотину с интернета собирает и выставляет. С, Д, которые были там, ну как, Дудин, Сергей-то. Я сказал, С это сатана, да, дьявол? И этот подписался С, Д, который сейчас на меня там что-то гонит. А мне нужды никакой нету. Ну где-то 260 что ли роликов против меня в интернете говорят. Ужас. А вот который там голову отрезал, Алмазов фамилия его, Санторхан какой-то. И тут они добрались до Надежды Васильевны. Но это уже всякое. Я взял обратился в прокуратуру. А эта прокуратура, а он в Казахстане живет. И главное, в один день все у него разрушили, и он больше ни разу не появился. Серьезные люди встретились. Тут же сразу все убрал. Это перед другим государством отвечать надо уже, чтобы не повторялось. А кто-то зашел ко мне, говорит, так он нападающий. У него дом терпимости образован. Он там набирает таких, которые обслуживают. Ну и вот там извякнули об стенку. А почему, интересно, название такое «Дом терпимости» назвали? Да видно, что они недобровольно идут, терпят. А разве это приятно? Она знать ее не знает. И она должна делать то, что делает с любимым. Это так понятно. По-другому как? И вот когда сказали, как «Дом терпимости», как это называется терпимость по-научному-то сегодня? Толерантность? Толерантность. Так вот, «Дом терпимости», я это объяснил, однажды «Дом терпимости» с кафедры, и они сразу убрали у себя. Терпение – это дело другое. А терпимость… Ну, человек делает смех где-то, и бывает такое, что смехащество. Я первый раз узнал это слово. Смехащество – это не смехотворство. Смехащество – это природное, национальное чувство все высмеивать. И они вырастают на этом. Ну, вырастают как Райкины, там, Задворным или кто они там. Вот так. Но это нам не надо, христианам. Мы о них все равно будем молиться, когда они живые. Ну, вот то, что сказали о флаге триколер, так как у меня на фуражке-то и сделайте. Мне говорят, вот вы придумали, вот это да. А пилотку я развернул уши-то и хожу. А этот попросил у меня Николай Георгиевич Кузьмин-то тоже такую найти. Я ему дал, у меня в запасе есть, военное это. Я говорю, только даю носить, работать. Поедешь, отдай назад. Тут приедут мне, чтобы надеть на кого-то. Вот так они говорят, а то знаете, как скуфья видится. Еще не сделаешь, все хорошо. Почему? Весело. На меня уже несколько человек выходило, больше, даже не несколько, наверное, больше, которые, ну, их призвали в военкомат. А они-то пришли, они говорят, вот мы не слушали, ну, спрашивают с заявлением. Я им заявление-то прислал, они пришли. А они-то бритые, а им говорят, а что вы верующие, как вы докажете, бритый он. А если бы он с бородой пришел, ничего доказывать ей не надо. С бородой, с поясом. Тем более... Борода спасает. Да. Спасает, еще как. С поясом. И кроме того, он раньше на полгода, как у нас Никита, принес. И они его сразу на кухню... Ты видели благодарность? Да. Вот так. А он что, на полгода раньше принес, да? Да. Я их тут собирал сколько раз. Некоторые уперлись ни под каким видом. Не пошли. Ну, не пошли, идите в другое место. А он поехал и сдал эту бумагу. Даже больше, чем полгода. И с ним разговаривают по-другому. Видишь, еще другие пока там выколачивают деньги, себя там митингуют перед губернаторами. А он уже выпекает хлебом, там пищет, что надо. Да. Я рассказывал случай один такой был. В газете у нас напечатали, называется «Алтайская миссия», кажется. Ну, один в войну, когда были, а он на войну не идет. Его взяли, а он не идет. Его сразу к расстрелу. А тут коснулся, проезжал генерал, говорит, это куда? Да, так к расстрелу, не идут воевать. Ну-ка, подождите. Привели его. Так, ты где до этого был? В монастыре. Ну, вот видишь, в монастыре. Надо идти Родину защищать. А нам нельзя. Я монах. Ну, нельзя, ну, как же нельзя-то? А что ты умеешь делать? Он говорит, просворы печь, умею. Начал говорить, сапоги точать, шить. Он тогда обернулся к расстрельщикам. Да вы что же, мы такого человека ищем, а вы расстрелять. Так он, к нему с других дивизий обращались. Там он, такую модельную обувь, там все мог шить. И в конце войны даже какую-то медаль дали. И домой вернулся, ничего не нарушил. И в один город только приехали, а кормить нещем. Он каким-то путем разведал людей там. И говорит, а у вас тут был мелькомбинат? Он говорит, был. А много муки оставались до прихода немцев? Много. А куда дели? Да никуда, говорит. Возили, говорит, вот сюда. Вот, говорит, и сбрасывали. Там река у них, обрыв, с обрыва. И мы... Так они там лежат, да. Вода проникает только там полсантиметра, может быть. А дальше корка. И он сразу же объявил, достали. И к нему буквально весь этот фронт приезжали, говорит, отовсюду. Ну, он там сделал-ка, быстро печь, несколько пищей. Его уже забыли, что хотели расстрелять. А он только знает, молится, да, работает. Глупым людям ничего это не понять. Ну, расстрелял. Какая тебе польза? Пищай родным. А он на небе будет. А на небе он будет, а вы здесь, вам не сладко придется. Потому что он будет жаловаться на вас Богу. Да коли, владыка, святый истинный, не мстишь за кровь нашу. Помните, 6-9 откровения. Вот такое дело. Вот хорошо. Порадовали меня, провезли. А я-то в простоте тут отвечаю, тут собираю. Не, мгновенно там сейчас все. Мне с телефона, допустим, я хочу какой-то ответ кому-то ваш предоставить. Я захожу, кнопку одну нажимаю, и у меня сразу этот ответ есть. Я сразу выбрасываю. Трачу 10 секунд ровно, чтобы ответ найти и сбросить. Я и сам-то не разберусь так. Вот когда общий в один файл заряжен, тут я еще разбираюсь. А вот тут-то я и не договался бы. Вчера сижу, все, рухло. Думаю, наказал Вячеслава-то два раза в день звонить мне. Эх, не позвонить, ничего, сижу. Пойду на улицу, посмотрю, Володи нету. Я бы ничего не сделал, Игнат Иханович. А так вы имеете в виду, по телефону вам звонить? По телефону еще на меня раз надо вам позвонить будет, чтобы как-то отметить это. У вас есть это? Нет. Есть у вас? Ну да, я не звоню. Тот YouTube-канал, который вы говорили, это Гавриил сделал копию? Он давно уже сделал копию вашего канала? Каналу, да. Вот этот второй канал, помните, вы увидели? Другой канал. Да, канал, я подумал, форум, форум он копировал. Нет, а это еще в YouTube канал есть, резервный. Ну, это дело. Это наш, он принадлежит нам, так что все нормально, это не кто-то. Ну, а почему тогда, когда заходишь там, обыкновенно с оперы-то, и оно, я не могу в него войти, это только пожаловать, одна кнопка. Как это так? Потому что сделали разделение, чтобы один канал на опере, а другой на Google Chrome. Их так в одном нельзя, потому что, чтобы можно было менять. Это он, он тут зашел под одним аккаунтом, здесь под другим. Это так устроено. То есть вам надо заходить просто, если вы хотите в нем что-то исправлять, то заходите через Chrome. Да как я зайду через Chrome? Она какая есть, вышла, вот я здесь его вижу. Здесь вот на... А ну вот смотрите. Смотрите сейчас. Я понял, но я не знаю как. Сейчас. Да ладно, не надо. Ну в Chrome заходите, там же есть прям комментарии. Ну кому-то дать, чтобы они смотрели комментарии-то там, через Chrome-то. А я-то вижу его, в общем... Вот. Вот смотрите, вот в Chrome я нажал. И вот сверху, видите, комментарии, вот. Да. Все нажимаете, вот смотрите. И все тут, все как вы привыкли. Вот комментарии идут. Ну да. Ну там-то я зашел как обыкновенно. Это что тут? Вот. Вот смотрите, это что, секта какая-то непонятная? Вот сюда сразу блокировать и все. Ну да. Да, да. Вот. Да, которая здесь. А которой я-то его увидел там, в общем. А тут надо их дальше-дальше идти. И дойдете до того. А тем, который в общем выставляется-то, кто-то бы следил. Разные пакости-то убрать. Нет. В общем тут... А в общем здесь в гугле у вас. Ой, вот здесь вот, в этом. Смотрите. Сейчас. А где у вас он? Не знаю. Ладно, тогда не тратьтесь. А как, вы сейчас не имеете доступ? Да, может, я имею. Я же делал это. Куда делал это? Мне надо, чтобы там, где он стоит, кто-то там, чтобы я входил в него и сразу мог заходить. Как обычно. Сейчас. Сейчас сделаем. Вот это... Вот, который на меня есть. Я захожу, я сразу вижу, он гадит. Я его блокирую. А бывает, говорит, непонятно. Непонятно о чем. Я его только убираю. А зачем пакость эту? Нет, и да, я тоже убираю, потому что он ничего и потом и не скажет. Они мусорят дальше. Ну как-нибудь возьмите на себя или кому-то дайте, чтобы смотрели. Серьезно. Я как... У меня получается, я захожу обычно, всегда смотрю. И удаляю все там. Сейчас, смотрите, сейчас я сделаю. Вот на меня, чтобы выводилось... А я вчера зашел, там только пожаловаться. Это явно дело, что не мой канал. Я понял, кто-то подыгрывает. А такое было. Под моим именем все и... Сейчас сделаем. Ну вот он, видишь как? Вот она. Вот это вот, смотрите. Ну вы знаете, как это сделать? Ну да, все. Ну-ка нажмите. Заблокировать. Все. Убрать его. Все. Он не нужен. Вот это можно удалить. Да, тоже. Все там он хохосит. Ну это заблокировать тоже. Заблокировать. Который говорит, что попало, это убрать их навсегда. Да-да-да. А им не нужно. Пускай смотрят, но не пишут. Вот допустим, вот тоже. Ну это можно удалить. Ну я посмотрю тогда. Удали, да. Ладно, я зайду туда, посмотрю. Сейчас я вам сделаю, чтобы у вас не доступ был. Я вас надолго задержал. Так. Что это такое? Вот комментарии. Вот видите здесь будет? Да-да, я найду. Вот. Прямо сейчас. Как только расстанемся, я зайду туда. Ну все тогда, Игнатих. Все. С Богом отошел. С Богом. Спаси Христос. Выключайте меня. Спасибо. Конечно.